Всем привет, друзья! Сегодня я вам покажу, как накачать косые мышцы живота. Многие люди хотят ими обладать. Они в основном находятся вот здесь. Вот это все идет, косая мышцы живота у нас. Многие люди хотят иметь вот эту диагональ, которая идет отсюда вниз, туда в пах спускается. Но знаете что? Эту диагональ не так уж сложно накачать, потому что эти мышцы даются от природы. Если они будут, то они будут. Если они не будут, то они не будут. Например, из дрыщей, которые никогда вообще не качались, это Дима Билан. У него очень сильно и очень хорошо они видны. Но он никогда, ну возможно когда-то качал пресс, но он не запаривался над этим. Следующее. Многие качки, которые качают пресс, у них эта мышца вообще не видна. Что это значит? Это значит, что эта мышца дается вообще от природы. То есть генетическая особенность, если она есть, то она есть. И вы легко ее накачаете еще больше. Если ее нет, то вы ее не накачаете. Она будет вот как у меня, еле-еле такая писюлька видна. Короче, сегодня мы качаем вот эту всю мышцу. Косые мышцы называются. И сегодня я вам покажу крутые упражнения, которые помогут вам иметь вот такие межреберные мышцы вот здесь. Они очень прикольные. Полетели. Итак, друзья, давайте сначала разберемся в биомеханике этих мышц. Поперечных и косых. Эти мышцы работают обычно на скручивания вот такие. То есть скручивания нашего тела, либо вот такие вот повороты. Это все работают вот эти косые мышцы. Вот так и вот так. Это значит, что мы должны делать такие же упражнения, чтобы их прокачать. И сегодня я вам покажу легкие упражнения для новичков. И сразу же будет заменяющее упражнение уже для продвинутого уровня. Я помню, когда я был подростком, я постоянно делал вот такое упражнение. Раньше я не знал, что эти мышцы невозможно практически накачать, если они генетически не развиты. Но если у вас они немножко хотя бы развиты, то качайте их, они вырастут. Значит, смотрите. Встаем вот так, берем палку, кладем руки сверху и делаем вот такие вот упражнения. Делайте за подход раз 50, и это будет прокачивать ваши как раз косые мышцы. Делаем где-то 4-5 подходиков по 50 раз за тренировку. Этого вполне достаточно. Это для легких, для новичков упражнения. Следующее, второе, заменяющее, это уже более такое продвинутое упражнение для совершенных спортсменов. Ну, не для совершенных, я всегда говорю для совершенных, просто чтобы показать, что как бы это продвинутый уровень, полетели. Значит, следующее упражнение. Берем гантель, желательно, чтобы она была потяжелее. И делаем вот такие вот скручивания. Боковые. Оп, и возвращаемся. Оп, и возвращаемся. Оп, и возвращаемся. Оп, и возвращаемся. Потом перекидываем в другую руку и делаем то же самое, чтобы лучше прорабатывалась левая сторона. В этом упражнении очень хорошо как раз чувствуются вот эти косые мышцы, дуга, которая идет у нас в пах. Эти упражнения также делаем где-то 4 подхода по 20 раз, по 20 повторений. Следующее упражнение, это боковые скручивания ногами. Сначала показываю такой легкий уровень. Ложимся вот таким вот образом. Руки вот так далеко. Ноги поднимаем вверх, немножко согнуты в коленях. И делаем вот так. Чувствуем, как у нас напрягаются межреберные мышцы косые. Вот эти. Делаем таких 5 подходов, где-то по 15 повторений на каждую сторону. Теперь показываю уже более усложненный уровень. Беремся вот так. Поднимаемся вот так. В этом упражнении у нас прокачивается не только косая мышца, но еще даже широчайшая мышца, потому что мы все тело удерживаем. Это работают мышцы стабилизаторы, основные мышцы, прокачивается вообще вот эта вся боковая часть. Очень хорошее упражнение, попробуйте. В этом упражнении где-то делаем 4 подхода по 8 раз на каждую сторону. Довольно сложное упражнение, поэтому много вы не сделаете. Если же вы не можете делать все вот эти 2 предыдущие упражнения на косые мышцы, которые я показал на полу, то вы должны делать вот такое упражнение. Ложитесь вот таким вот образом, то есть сгибаете ноги на бок, налево, либо направо, в другую сторону. И пытаетесь достать руками до ваших пяток, то есть вот так. Другая рука лежит рядом, просто она не помогает. Так же на другую сторону переваливаемся. И вот это как раз будет прокачивать ваши косые мышцы, это более легкий такой способ. Делаем опять же 4 подхода, где-то по 20 повторений на каждую сторону. И последнее упражнение это скручивание, двойные скручивания, стандартное упражнение на косые мышцы. Делается оно так. Руки за голову, засовываем ноги куда-нибудь под диван, потому что так удобнее будет, вас не будет откидывать назад. И делаем вот так. Что у нас получается? Мы делаем скручивание вот сюда, в эту сторону, потом скручиваем в эту сторону на весу. То есть мы не вот так садимся, потому что нагрузки не будет. Мы делаем спину круглой, округляем ее максимально. И делаем, то есть не на полную амплитуду вот так, а чтобы наше тело больше в висе находилось. Вот так. И вниз тоже падаем не на полную, на полную ложимся. Оставаем где-то место вот так. И делаем вот такие скручивания. В одну сторону, в другую опускаемся, снова в одну, в другую опускаемся. Более усложненное упражнение теперь с гантелей. Я всегда делал с гантелей, это будет прорабатывать именно глубину пресса. Он будет более такой обширный, скажем так, более выделяющийся. То же самое. Берете гантелю по своему уровню силы. Я уже устал, много упражнений вам показал, и в конце с гантелей сложновато. Поэтому надо было немножко поменьше взять. Суть, короче, в том, что вам нужно делать гантели аккуратно. Никогда не делайте рывками, потому что сорвете спину. С гантелей нужно поаккуратнее, конечно, быть. Итак, друзья, вот я вам и показал все такие крутые стандартные упражнения на косую мышцу живота. Надеюсь, вы будете их использовать, потому что это красиво, когда у вас видны вот эти мышцы. Но, чтобы они были видны, вам нужно, конечно же, сжечь весь жир. Если у вас там процент жира 15, то они по-любому не будут видны. А вам нужно где-то, ну, хотя бы 10%. И тогда вот эти мышцы будут выделяться. Красивенько так. А так, друзья, спасибо большое за внимание. Спасибо, что посмотрели это видео. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки. Будет еще больше обучалок. И увидимся в следующем выпуске. Пока. Субтитры сделал DimaTorzok